Уральские горы Нашей экспедиции русского географического общества предстоит ответить на множество интереснейших вопросов. Кто нам даст подсказку? Может, словно циркулем вычерченное священное для древних манси озеро с кристально чистой водой, не уступающая Байкалу? Мы идем дальше и дальше. Следопыты 21 века. Одна из наших целей — дать имена неназванным вершинам и проложить путь к дальнейшим исследованиям этого удивительного по своей красоте места. Что ждет нас впереди? Какие тайны скрывает в себе открытая совсем недавно Уральская пирамида? Может, это ворота Гипербореи или остатки древних цивилизаций? А может, плато дьявола откроет нам свои секреты? Невероятные чувства охватывают нас, когда мы ступаем туда, куда не ступала нога человека. Велика Россия. Богата она необжитыми территориями, любоваться которыми могут лишь бесстрашные путешественники. Первозданная природа, еще не тронутая цивилизацией. Чистейший воздух гор. Живая вода озер и рек с резвящимся в нихариусом. Безбрежные просторы тундры и тайги манят нас своей суровой красотой. В глубине души мы понимаем, какими бы далекими и опасными не были наши путешествия, самым главным вопросом волнующих человечества останется вопрос. Кто мы? Откуда мы? И куда мы идем? Наша экспедиция не ответит на все вопросы, но она приоткроет завесу тайн, невероятно красивого, величественно могучего и до конца неизведанного приполярного Урала. Был пеший выход, мы прошли примерно около, ну, больше 20 километров от базового лагеря. Мы пошли по левому берегу, поднялись на курумники и вышли на ближайшие вершины, сделав соответствующее измерение. Ну, в общем-то, сразу начинаются небольшие открытия, которые, в общем-то, мы ждали и которых, которые в конечном итоге получили. То есть, мы быстренько поднялись достаточно через полосу леса, вышли на тундру, на горную. Там гуляет медведь, он совершенно не пуганный, то есть, они там живут свободно. Очень много ягод, очень богатый видовой состав растительности, растет золотой корень, растут шикша, брусника, черника, голубика. Очень много довольно редких скальных растений, горных растений. Значит, потом мы спустились к озеру, название которого пока еще неизвестно и не придумано. Все сняли координаты все и по лесу через курумники спустились уже снова к грубию. По дороге был обнаружен ручей, который не нанесен ни на одну карту. Достаточно полноводный ручей. Ну, естественно, мы его нанесли. Значит, взяли координаты, взяли координаты устья. В дальнейшем они, конечно, появятся на картах. А что-то особенное есть, простите, на мере? Ну, нельзя сказать, что он уникален абсолютно. Он типичный для подобного рода территорий. Но у него особенно то, что он абсолютно нетронутый. То есть, там видно, что никогда не ступала нога человека, только лапа медведя ходила. И, видимо, очень много диких оленей, потому что брошены рога. Мы их там смотрели, видели, даже что-то собрали. Олени дикие, то есть это не выпасы местных жителей. Это действительно дикое стадо, оно существует, видимо, и достаточно, вероятно, всего оно достаточно, поголовье достаточно великое. В конце августа 2020 года у нас успешно завершилась экспедиция в Полярный Урал, при Полярный Урал 2020. Но я считаю, что она прошла успешно во многом благодаря подбору именно нашей команды. Есть такая закономерность, что успех любой экспедиции, он зависит от схоженности команды, от его мастерства. Есть составляющие такие, как правильный подбор снаряжения, продуктов питания. Естественно, хороший климат в коллективе. Альпинисты любят говорить, что любая раздражительность – это признак слабости. Ну и, конечно, погодные условия. В этом году как будто тайга соскучилась по нас, что ли. Вот я такой еще безумной сумасшедшей осени не видел на Урале, на Прополярном Урале. Нас тайга радовала буквально солнечная погода. Изредка моросел дождь, которая заканчивалась красивейшими туманами и радугой во всю небо. Команда делилась у нас… Я разделил команду на две. Первая команда из состава – это альпинисты, альпинисты высокой категории, заслуженные мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, ну, средний уровень мастера спорта. У них задача стояла сделать восхождение на безымянную вершину, с которой они очень хорошо справились. И с ними была еще женщина, Люба Зябла, у нее задача была – это геология. Она – геолог-инженер в самом себе. И вторая группа – это исследователи. Это руководил Женя Тамплон, который там делал выводы какие-то. Для себя я лично открыл новое. Это то, что когда ты идешь по земле, по которой еще не ступала нога человека, то ты чувствуешь себя, конечно, пионером, следопытом, неким следопытом. И каждый поворот реки или каждый поворот ты ожидаешь с таким нетерпением, с таким желанием, что же тебя там ожидает. То есть тут восхищение и фантазии хватало, то есть предела не было. С чем мы столкнулись с таким интересным и необычным для себя, как мне казалось. Долина реки Горбею, вот эта вот местность, она как бы находится в тиснении, а слева и справа расположены хребты. И с этих хребтов бегут ручьи, горные ручьи, красивые горные ручьи, образующие водопады и образующие огромные овраги. И движутся они, естественно, к речке Горбею к самой. На середине своем пути они исчезают, просто исчезают и ходят под землю. И берег у реки крутой, и потом только маленькие-маленькие ручьи Киев уже впадает в саму реку. Необычно, конечно, очень необычно. Но зато тайга – это непролазная. То есть на каждом там сантиметре буквально что-то растет, на каждом квадратнометре находится либо там листинца, либо кедр, либо алиха, либо еще что-то такое. То есть на того буйство природы, первозданная природа. Но природа, она вообще очень хрупкая, к ней надо бережно относиться. И слава Богу, что у нас есть такие места на нашем Урале, и что мы с гордостью можем показать меру, что мы живем действительно в прекрасной стране. И, конечно, хочется сохранить вот этот девственный мир, ливственный мир талонной природы для будущих поколений. И, ну, просто необычно, сумасшедшая осень нам позволила исследовать, ну, перевыполнили план, исследовать и ущелье реки Гребью сделать. Мы сделали четыре восхождения. И ущелье реки Тыкатлова, то есть как бы перевыполнили план, поднялись, сделали восхождение даже на такую вершину, которая называется пирамида. Но в мире очень много таких пирамидальных вершин, которые местные жители придают им какое-то сакральное значение. Ну, вот, пожалуй, в Гималаях священная вершина считается Канчинжанга, это третья вершина мира у индусов. Это считается, там живут божества, там регида и веста связаны с протоэндоранскими элеменами. В Тибите есть вершина Кайласна, на которую никогда еще не вступала нога человека. Одному местного рейхну, как человек, который впервые покорялся 14 восьмитысячникам, было дано разрешение сделать восхождение на эту вершину Кайлас. Но он без всяких объяснений подошел к ней и отказался от восхождения. Больше никто на этой вершине не был. И у нас здесь на Урале есть такая же пирамидальная вершина, ну, почти что явно выраженная пирамида, которая, наверное, тоже является каким-то сакральным местом для местных народов, для населения, потому что там мы нашли мингир стоявший, непонятно, какой-то круглый стол, плита напоминающая круглый стол, явно с обработкой людьми, похожее на что-то жертвенное, что ли, какие-то плиты. Ну, богат наш Урал такими загадками, такими различными. Добрый день, меня зовут Евгений Свитов, я являюсь руководителем клуба экспедиции «Дикий Север». Сегодня мир стоит на пороге очень интересного и удивительного открытия. Дело в том, что мы нашли пирамиду. Изучая регион Приполярного Урала и занимаясь подготовкой маршрута к очередной из групп, которые хотят сплавиться по какой-нибудь неизвестной реке, мы готовили маршрут и наткнулись на удивительный объект, наткнулись на удивительный артефакт. Прекрасно видно со спутника. Это пирамида. Сам объект расположен на территории Приполярного Урала, в Ханты-Мансийском автономном округе, и представляет собой четырехугольную пирамиду с правильными гранями. Длина каждой грани практически километр. И мы можем видеть на спутниковой съемке, что она расположена четко по сторонам света. Север, юг, запад, восток. Четко по нивелиру. Эта пирамида, она удивительна тем, что почти в точности напоминает Великую Египетскую пирамиду, которая расположена на плато Гиза в Египте. Но пирамида, которую мы обнаружили со спутниковой съемки, она в четыре раза больше, чем Великая Египетская пирамида. Она стоит как раз на дуге от ударного кратера, которая называется Астроблема, на Народо-Итинском кряже, в горах на Приполярном Урале. Приполярный Урал, кроме потрясающе красивых ландшафтов, вы неосознанно начнете замечать ландшафты, которые привлекают ваше внимание. Это горы в виде пирамид, это скалы и стены, это удивительно одиночные камни, похожие то на животных, то на людей, то на какие-то указующие элементы, возле которых все-таки можно найти следы жизнедеятельности человека. Урал, по сути дела, это была потрясающая буферная зона для человечества во времена Великих Переселений. Когда с одной стороны наступали ледники, с другой стороны жаркая степь, человек уходил в зону комфортных природных состояний. Да, на Урале было холодно, но здесь была всегда вода, всегда есть лес, всегда есть защита, есть пещеры, есть возможность построить дом и защитить себя и свои будущие поколения. Поэтому Урал, он был насыщен жизнью. Территория приполярного Урала настолько велика, что некоторые места полностью не исследованы. И именно этот хребет, Народоятинский кряж, он характеризуется практически полным отсутствием исследованных вершин, очень много безымянных вершин. В местах, где мы обнаружили пирамиду, были только топографы в послевоенное время, да и геологи в конце 70-х годов. Эти места посещаются нечасто, но экспедиции, которые прилетают, и участники экспедиции, которые прилетают и рассказывают о тех местах, отмечают большое количество аномалий, которые происходят там. Это энергетические родники с живой водой. Это в некоторых местах отсутствие насекомых. Некоторые рассказывают про какой-то непонятный липкий туман, про цветные сны, которые видит вся команда, и с утра рассказывают про эти сны. И такое впечатление, что все видели один и тот же сон. Очень хорошо эти места рассказаны в документальной повести Владимира Югчубаева в журнале «Уральский следопыт». Рассказ называется «Непройденный маршрут». Лично мое мнение, что про Урал, про дикий, приполярный, северный, полярный Урал мы знаем намного меньше, чем нам хотелось бы знать. С помощью этого артефакта мы хотим создать неподдельный интерес к нашему Уральскому региону. Верховья реки Грубию, они абсолютно непосещаемые. Такое впечатление, что люди обходят стороной эти места. Ханты и манси стараются эти места не посещать, поскольку они являются священными, сакральными для них. Попасть туда можно только на вертолете. На вездеходе не заехать, потому что вершины хребта слишком высоки. Либо пешком в районе 400 километров вдоль хребта Уральского, либо на вертолете. В текущий момент формируется группа исследователей, которым представляется уникальный шанс первыми побывать на этом удивительном артефакте и взойти на вершину, наверное, самой большой в мире пирамиды. Ошибается тот, кто думает, что время открыто и прошло. Оно только начинается. Ну, в общем-то, экспедиция шла по классической схеме. То есть, шло комплексное исследование всего ландшафтного комплекса, где мы были. Начали мы, конечно, с реки Грубию, которая является осью основной территории, которая была заявлена. То есть, мы прошли по всей территории реки Грубию, от истоков до устья, а также поднимались на соседние холмы, на водоразделы между рекой Грубию, Тыкатлова и рекой Грубию, и Хоймадьё. Альпинисты группа, они базировались выше основного лагеря нашего, примерно в 20 километрах выше по реке Грубию. Их задача была обследование именно горной части, непосредственно, высокогорья. Там, где уже ледники, там, где, в общем-то, такие горные водопады. Та зона, где мы обследовали, это зона Таё-Таёжная, зона Альпийских лугов, Субаллипийских лугов и зона Каменистой пустыни. Это, например, на высоте, там, где-то больше 600 метров над уровнем моря. Ну, приполярный Урал место суровое, поэтому там вот эта вот высотная поясность быстро изменяется и, в общем, быстро можно из тайги выйти уже на Арктическую пустыню практически. То есть, мы исследовали что? То есть, мы собирали образцы геологических пород, потому что это было одной из основных таких задач наших. Их вот тут у нас достаточно много, вот тут несколько даже тут лежат. Мы делали фотосъемку природных ландшафтов, фото- и видеосъемку. Ну, фиксировали редкие растения и просто растения, потому что мы где-то зафиксировали примерно более 200 видов высших растений. Также в нашей задачи входило, ну, взяли пробы воды, то есть, классика, измеряли небольшие, сделали небольшие геофизические исследования, то есть, в частности, радиационный фон мерили. Ну, никаких аномалий мы там не нашли, хотя теоретически они могли быть, потому что там, значит, породы разные, и некоторые должны помогут давать фон, но мы не нашли этого. Также наша задача была это посмотреть на предмет археологических памятников, но поскольку у нас открытого листа не было, и раскопки мы, естественно, не имели права вести, то есть, у нас был чисто визуальный осмотр, и вот тоже увенчался успехом, мы нашли одно место, по нашим понятиям, но сакральное место. Значит, что интересно, еще тоже, поскольку мы заявляем эту территорию на особо охраняемую территорию, то есть, то есть, она, как бы сейчас, она должна, по идее, мы хотели бы так, чтобы она пошла под охрану, и в конечном итоге, в общем-то, вожла в список природного наследия ЮНЕСКО, поэтому мы пытались выявить еще объекты, которые можно будет впоследствии считать памятниками природы, то есть, не вся территория, а отдельные, какие-то уникальные объекты, и там такие есть, то есть, там есть очень интересные выходы редких горных пород, вот есть, Владимир тут уже раз говорил, о интересных формах ландшафта ледникового, в частности, вот это, Карлинг, вот эта пирамида четверхогранная, есть очень красивые водопады, которые, вот если бы где-то тут у нас были, тут, ну, тысячи людей бы туда ходили, но там людей нет, поэтому никто туда не ходит, есть очень интересные, красивые горные озера, они небольшие все, но у них чистая вода, если озеро находится недалеко от реки, таких очень много, то есть, то там нерестится рыба в этих озерах, то есть, по сути, это места нерестилища, вот эти вот вещи мы тоже фиксировали, координаты, естественно, там отметки высотные, географические координаты, список составляли, все это дело, значит, ну, и вот для 10-дневной, 12-дневной экспедиции, конечно, достаточно насыщенно было все, потому что, как технологически мы это делали, то есть, это выходы, пешие выходы, с одной-двумя ночевками и по пути идешь и ведешь фотосъемку, но сейчас технические возможности недостаточно высоки, поэтому мы ввели высотную съемку при помощи беспилотных аппаратов, это что помогает, конечно, это значительно дает большее представление о той территории, где ты находишься, ну, и животный мир тоже, в общем-то, я не скажу, что мы постоянно сталкиваемся с животным миром, потому что крупные животные, услышав такую, столько людей, они уходят в сторону, но следов, потому что там присутствует огромное количество медведей, лось и северный олень, там они кругом, это боровая дичь, глухария, это все есть, но нельзя сказать, что там они в изобилии, потому что места суровые, и все-таки животный мир, он достаточно такой, бедноватый, но интересно, все это территории, даже не столько там, какие-то особые, какие-то реликтовые растения, реликтовые там, природные комплексы, а именно вот то, что там, это участок, где никогда не был человек, то есть никакой хозяйственной деятельности не велось, и его можно использовать как эталон для сравнения, значит, воздействия человека на окружающую среду именно вот в этих широтах, тем более, что на приполярном Урале, вот есть западные склоны, приполярного Урала, есть восточные склоны приполярного Урала, вот на Радоиткинский крэш, он относится к восточным склонам, западные склоны, там климат немножко другой, и там есть несколько такая система хорошая охраняемых территорий, там заповедник, Йогыдва есть, еще есть там достаточно много таких особо охраняемых территорий, с этой стороны, с восточной, нет ничего, то есть, а животные, растительные, и ландшафтная, как бы, ситуация, они разные, то есть, и поэтому имеет прямой смысл, конечно, сохранять, и тут создавать какую-то такую охраняемую зону, значит, и создавать вот эту территорию особо охраняемую, я даже в предложениях, когда мы отчитывали за нашу экспедицию, предложил сделать такой новый тип особо охраняемых территорий, как территории, находящейся под патронажем русского географического общества, но это в качестве было такое предложение, посмотрим, что из этого выйдет в конечном итоге, то есть, вот перед вами дух реки Грубею, мы так его назвали, ну, понятно, что рука человека этого камня никогда не касалась, но тем не менее, значит, внешне, как видите, он напоминает такого серьезного идола, который, в общем-то, посмотрев на который есть о чем подумать, если говорить с точки зрения научной, то это обыкновенный кусок оливрита с прожилками кварца, но не только все кругом оливрита и кварца, есть, в общем-то, еще и какая-то духовная составляющая, и вот на наш взгляд, это вот, и может быть, там в дальнейшем мы хотим сделать его как бы символом вот этой всей территории, потому что он не зря приехал сюда, в Екатеринбург, с такими трудностями и сложностями, чтобы остаться так неведенимой и не занять своего достойного места среди всех остальных наших экспонатов и находок. Вот он сейчас пока находится здесь, в Екатеринбурге. И на будущий год, на будущий год мы хотим продолжить свои исследования, это уйти более на север, на речку Хольмир-Ю, вот она здесь течет, как раз в теснении, в ущельях, и как бы замкнуть, у нас территория будет 600 квадратных километров, то есть нести эту территорию как особо охраняемый объект и во всемирное наследие ЮНЕСКО, чтобы действительно сохранить эту природу. Мы исследовали территорию где-то более 400 квадратных километров, совершили восхождение на 9 безымянных вершин, которые в скорости дадим наши звонки, имена. Следующую экспедицию мы планируем продолжить исследование вот этого на Радоидинского Кряжа и уйдем уже на север. Здесь есть река Хаумирью, которая течет буквально в теснении гор. Здесь уже идет лесо-тундра, тут практически уже тундра. И чтобы территория у нас получится где-то 600 квадратных километров в дальнейшем внести, это как особо охраняемый объект и во всемирное наследие ЮНЕСКО. То есть сохранить это для будущих, для наших потомков, природа это самое ценное, то, что нам подарило не свыше. Во время своих экспедиций и путешествий я часто вспоминаю слова старого индийского вождя. Когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, когда будет поймана последняя птица, только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть. К сожалению, я вижу, это мрачное пророчество начинает сбываться в наши дни. Поэтому одной из основных целей и миссий всего русского географического общества я считаю сохранение и передача нашим потомкам нетронутой экосистемы приполярного Урала, как эталона первозданной природы. В следующей экспедиции мы планируем не только расширить зону заповедных участков, но и провести больше этнографических и геологических исследований, уделить больше внимания исследованию озер и рек с их кристально чистой водой. Эти исследования покажут, насколько органично может существовать человек в природе, не нарушая идиллию первозданной экосистемы. Приполярный Урал достоин внесения в список особо охраняемых зон ЮНЕСКО, как одна из жемчужин нашей прекрасной планеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин